Добрый день, меня зовут Смирнов Алексей, я рад вас приветствовать в Московском Доме Книги. Сегодня расскажу о новинках художественной литературы, о нескольких книгах, которые привлекли мое внимание своим сюжетом, своими обложками и своими героями. Начну я с большого многослойного романа, который называется «Тени нашего прошлого», автор Сара Блейк, американский автор, написавший до этого несколько книг, но на русском языке вышло только в данный момент вот это. О чем же эта книга? Это книга о большой династии Милтон, жившей и живущей в Америке в разные исторические эпохи. И, конечно, у каждого поколения этой большой семьи есть свои тайны недорассказанные, скрытые, которые, возможно, потом появляются и отголоском звучат уже в жизни других поколений этой семьи. Об этом эта книга. Книга написана прекрасным языком, хороший перевод, хорошее изложение сюжета, много имен. Сразу предупреждаю, что в книге будет масса действующих лиц, поэтому иногда это осложняет восприятие, но ближе к середине прочтения вы уже будете хорошо ориентироваться в том, кто является чьим родственником, кто главный герой, кто второстепенный. Книга в жанре бизнес-проза, на мой взгляд, поскольку семья довольно обеспеченная. Естественно, что это было связано с тем, что у семьи был свой собственный бизнес, но к концу повествования все несколько усложняется. Вы об этом узнаете сами, прочитав эту книгу. Рекомендую, пишите, пожалуйста, свои впечатления от прочтения этой книги, оставляйте отзывы, буду очень признателен. В тот субботний июньский день на яхте их было трое. Они отправились в путь из Рокленда в штат Мэн, намереваясь весь день бороздить воды залива. В 80 милях от берега, войдя в бухточку одного из множества гранитных островов, они увидели прямо перед собой величественный белый дом, гордость какого-нибудь капитана дальнего плавания, прямоугольное строение с длинной лужайкой, спускавшейся к лодочному сараю и причалу. Дом нуждался в покраске, лужайку требовалось подстричь, крыша лодочного сарая просела, часть дранки осыпалась. Пустой причал был латаный-перелатаный, это было великолепное зрелище. «Я жду, пока его выставят на продажу», продолжал хозяин яхты. «Он сам плывет в руки». «Кто владелец?» – спросил мужчина, сидевший рядом. «Одно из семейств, которые раньше правили миром». Хозяин вытянул ноги, прижав босые ступни, к корпусу яхты. «Белая кость». «Белая кость?» – усмехнулся второй. «Разве такие еще где-то существуют, кроме их собственного воображения?» Хозяин улыбнулся. Он сделал себе состояние совсем недавно на здравоохранении. «Что же произошло?» – спросил мужчина, сидевший рядом. «Думаю, все как всегда. Пьянство, апатия, тупицы в роду. Как их фамилия?» «Не знаю». Он с силой надавил на гиг. «Милтон? Милтонс? Милтон?» – третий мужчина, сидевший на носу лодки и все это время, смотревший на дом, оглянулся. Как в названии банка Милтон Хиггинса? Следующего автора не стоит представлять широкой аудитории. Это уже культовое имя, культовый автор – Стивен Кинг. Я держу в руках совершенно новую книгу, которая вышла недавно за рубежом, переведена сегодня на русский язык. Книга называется «Позже», «Later», если говорить по-английски. Опять в жанре мистическом, в жанре триллера написан и этот роман, который Стивен Кинг построил по принципу, наверное, своих предыдущих книг. В данном случае здесь главный герой – молодой совершенно относительно человек, который получил в дар очень необычный такой вот способ разговаривать с умершими людьми. И, естественно, что это вызывает тревогу у его окружения. Естественно, он сам тоже находится в состоянии повышенного такого вот напряжения от того, что он умеет делать то, что не умеют делать другие, то есть общаться с умершими людьми. На этом построен сюжет этой книги. Не буду рассказывать подробности. Книга читается легко, на одном дыхании, и в конце только мы можем понять, почему же она так называется. Рекомендую всем дочитать и тоже рассказать о том, какие впечатления эта книга у вас вызвала и оставила, какие эмоции. Так что да, я вижу мертвых. Насколько я помню, так было всегда. Но это совсем не как в фильме с Брюсом Уиллисом. Это может быть интересно, иногда это может быть страшно. Чувак из Центрального парка. Но в основном это просто обыденность, как, например, быть левшой или уметь играть классическую музыку, когда тебе три года. Или рано заболеть болезнью Альцгеймера, что случилось с дядей Гарри, когда ему было всего 42. В шесть лет 42 казались мне далекими, как звезды. Но даже тогда я понимал, что он слишком молод, чтобы забыть, кто он. Алекс Михаэлидис, автор, известный нам по «Безмолвному пациенту». Книга, которая нашумела во многих странах мира, была переведена на многие языки, в том числе на русский язык. И долгое время в нашем магазине была в лидерах продаж. Итак, очередной триллер от автора с греческими корнями, который сейчас проживает в Лондоне, который вот написал такую замечательную книгу. Действие происходит также в Великобритании, где и проживает автор, в Кембридже, где есть университетская жизнь, в которой участвуют и преподаватели, и студенты. И как раз вот на сюжете взаимодействия харизматичного преподавателя греческой трагедии, в частности, обложка об этом тоже, кстати, и повествует, что эта книга связана каким-то образом с греческими мифами, легендами и так далее. Вот этот харизматичный преподаватель взаимодействует со студентками из такого тайного общества, которое они назвали Девы. И вот там происходят трагические события криминального характера. И нам, как читателю, предстоит выяснить, кто же в итоге убийца. Как в любом классическом детективе, все традиции соблюдены этим автором, детектив не оставит равнодушным ни одного читателя, я вас уверяю. Если вы не согласны или согласны со мной, пожалуйста, тоже отметьте это в своих комментариях к этому ролику. Эдвард Фоско-убийца. Это неоспоримый факт. Не просто идея, воспринимаемая разумом, а неприложенная истина, которую Мариана чувствовала нутром каждой клеткой своего тела. Осознание этого текло по венам, проникало в костный мозг. Эдвард Фоско виновен. Однако сейчас Мариана не может его изобличить. Не исключено, что этот человек, это чудовище, убившее по меньшей мере двоих, выйдет сухим из воды. Какой же он самодовольный и самонадеянный. Воображает, что всех перехитрил. Он ошибается. Борьба еще не окончена. Мариана обязана его переиграть. У нее нет другого выхода. Она ночь напролет будет сидеть здесь, в маленькой комнатушке в Кембридже, анализируя произошедшее. Будет ломать голову, пока что-нибудь не придумает. Она прокрутит в уме все события, припомнит все до мельчайших подробностей и поймает Эдварда Фоско. Ну и завершу небольшой свой обзор сегодня тем, что расскажу вот об этой книге Дэвид Форстер Олес «Забвение». Это сборник рассказов признанного классика поколения в литературе американской. Автор бесконечной шутки, очень громоздкого и очень необычного произведения. Громоздкого с точки зрения количества страниц и формата вообще самой книги. Но в данном случае это не роман, это сборник рассказов. Каждый из них сам по себе самостоятелен, не предполагает связи друг с другом. Но тем не менее, кто знаком с творчеством этого автора или незнаком, рекомендую эту книгу как знакомство все-таки с творчеством совершенно неоднозначного автора, на мой взгляд, в литературе. К сожалению, его уже нет в живых, но тем не менее, то, что не печаталось ранее, печатается сейчас в новом переводе, в новых реалиях, поскольку уже прошло много лет с момента написания этих рассказов. И темы, тем не менее, остаются актуальными и сегодня, и жизнь общества тогда и сейчас вполне себе пересекаются, перекликаются и кажется современными. Читайте, оставляйте отзывы, комментируйте, буду очень признателен. Это история о том, как Фрэнк Колдуэлл, Крис Дематей, Мэнди Блэм и я стали, по словам городской газеты, четверкой случайных заложников. И о том, как наш странный и особый союз и его травматические истоки повлияли на нашу последующую взрослую жизнь и карьеры. Статьи в диспетче сходились в том, что нас было четверо и все мы считались отстающими или проблемными учениками, которые не догадались сбежать из класса граждановедения с остальными детьми, тем самым создав ситуацию захвата заложников, вследствие чего и было оправдано убийство. Местом травмы стал кабинет граждановедения для четвероклассников во время второго урока в начальной школе. Здесь, в Коламбусе. Уже очень давно. Шел 1960 год. Время несколько бездумного уропатриотизма. Время, которое теперь часто называют, так сказать, более невинным. Граждановедение было обязательным предметом о Конституции, американских президентах и ветвях власти. Спасибо за внимание. Ждем вас также в Московском Думе книги, где наши сотрудники расскажут о гораздо большем количестве новинок не только в художественной, но и в детской, в научно-популярной литературе. Ждем вас в Московском Думе книги. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!